Нижегородские лагеря готовятся к приему детей. Пандемия внесла свои коррективы и теперь перед открытием лагеря проверяют не только на противопожарную и антитеррористическую безопасность, но и на соблюдение санитарных правил, направленных на борьбу с ковидом. Начнем обход, пропуск нового режима. Там уже работает специалист Росгвардии. Камер у нас здесь 8 и еще на второй точке 15. Все основные локации попадают? В основном это детское скопление, корпуса. Система пожарной сигнализации здесь тоже присутствует. Сигнал сюда у нас выводится с данного корпуса и сигнал одновременно дублируется в так называемый пожарный депо, где установлен пожарный автомобиль. И оттуда уже сигнал по системе ПАК «Стрелец-мониторинг» уже уходит в пожарное подразделение. Я думаю, что мы готовы. Детей ждем. Тем более, что в прошлом году мы детей так и не дождались. Рады будем видеть их в этом году. Очень хорошая и современная инициатива президента Владимира Владимировича Путина по возврату 50% оплаты стоимости путевки, но не больше 20 тысяч, на этот в этом году действует. И наши лагеря загородные тоже в это попадают. То есть родители, зарегистрировавшись на «Привет.Мир», свои карты «Мир», оплатив путевки, имеют право вернуть до 50% стоимости путевки, но не больше 20 тысяч. Я считаю, что помимо того, что муниципалитет поддерживает и Министерство образования, и правительство Нижегородской области, это будет хорошим подспорьем. И для родителей, что с учетом всех особенностей, они могут вернуть деньги и потратить чуть меньше на детский отдых, но дети полноценно отдохнут.